Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Возвращаясь к истокам». Мы продолжаем нашу беседу с епископом Приморских Церквей евангельских христиан-баптистов Владимиром Григорьевичем Трохименко и тема нашей беседы «Как вы помните, Библия». Сегодня мне бы хотелось поговорить о Новом Завете. Владимир Григорьевич, как вы считаете, для христианина имеет ли значение Ветхий Завет? Мы с вами в прошлых программах очень много посвятили времени разбору Ветхого Завета, времени его написания, тех личностей, которые повлияли на историю, на жизнь всего человечества. И вот сегодня мне бы хотелось узнать, вот сегодня для современного христианина имеет ли значение Ветхий Завет и вот те законы, те правила, которые были там? Здравствуйте, я рад снова с вами беседовать и отвечая на ваш вопрос о Ветхом Завете, скажу, да, он необходим. Начнем с того, что Бог в своем определении сделал так, что Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Но мы говорили о том, что вот эти каноны, которые собирались, все книги Ветхого и Нового Завета, которые сегодня мы имеем, все это провидение Божие, все это воля Божия. Поэтому просто так отвергать наличие Ветхого Завета и ценность Ветхого Завета, потому что есть Новый Завет, ну этого не стоит. Просто-напросто Бог так поставил, значит он нужен. Необходимо просто найти ценность, что мы там можем взять для себя в современных условиях. Ветхий Завет, если брать его вот в таких, в такой части, как законы, постановления, которые специально для израильского народа, то естественно мы сегодня говорим, что эти законы уже не действуют. Почему они не действуют? Ну потому что пришел Христос и уже написано, что Он пришел и исполнил весь закон. Поэтому в Иисусе Христе мы имеем решение этого вопроса, исполнение. И он существует до прихода Нового Завета. Но это вот эта часть Ветхого Завета, на которую мы не то, что не должны обращать внимание, мы должны, мы должны ее знать, потому что вот в этих частях, которые ритуальный такой Завет, скажу, что это огромнейший прообраз об Иисусе Христе. Что Он приходил и как Он приходил и что Он будет действовать. Это очень важно. Потом у нас существует огромное количество персонажей в Ветхом Завете, которые просто-напросто помогают нам следовать за Господом, по Его заповедям. Мы имеем огромное количество высказываний этих людей, которые на сегодняшний день, ну просто-напросто актуальнейшие. Возьмите Псалтырь. Ну это выражение чувств самого царя Давида или других верующих, которые реально ходили пред Господом. Сколько полезного для себя, для своей жизни мы можем найти. Потом, да, вся история израильского народа, и Ветхий Завет это подтверждает, говорит, она служит прообразом, как мы должны следовать за Христом, как мы не должны не повиноваться, как мы должны, наоборот, повиноваться, повиноваться нашему Господу, внимательно слушая те слова, которые сегодня мы говорим. Поэтому ценность Ветхого Завета велика. И просто так его откинуть в сторону и не обращаться к нему, ну скажу, это было бы неправильно. Да, когда мы читаем Ветхий Завет, есть некоторые проблемы. Проблемы, можно сказать, такого культурного характера, мы не знаем всего склада жизни, как там они, принципов жизни израильского народа или тех народов, которые жили в то время, нам порой непонятно. И мы как-то это, ну пропускаем, потому что, ну нам непонятно. Еще одна проблема при чтении Завета, это войны, которые там описаны. И описание этих войн достаточно такое жесткое, даже жестокое. И это отвращает людей, которые первый раз берут книгу, Библию в руки. Но вы поймите, что это то время, оно само по себе было жестоким временем. И так это культура того времени была. Поэтому мы видим то, что там было. И это исторические факты, которые нам просто-напросто, ну никуда от них не деться. Мы, может быть, не так часто читаем вот эту историческую литературу. И именно описывающие то время, те времена, это до нашей эры. Но там было всегда жесток. Жестокость велика была. Знаете, некоторые люди говорят, что вот разница между Новым Заветом и Ветхим Заветом кардинально. То есть это вообще разная история и разные боги. Потому что в Ветхом Завете многократно Бог говорит, я убью, я сотру, я переделаю все. Даже Моисей, когда спустился с горы, он опять же, руководствуясь Словом Божьим, поручает левитам уничтожить, убивая всех, кого встретишь на пути. То есть убивать свой народ. И люди говорят, ну такой Бог, это невозможно. Но когда мы говорим о Новом Завете, совершенно другая история. Нужно сказать, что Заветы действительно разные. Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет был заключен с израильским народом. И основанием этого Завета служило то, что исполняя, Бог говорит, исполняя мою заповедь, ты будешь жить. Если ты не исполнишь моей заповеди, то тебя постигнет смерть. То есть очень конкретно. Исполнил – благословил тебя Бог. Не исполнил – Господь тебя может и наказать. Это такие условия Завета были. Но когда Господь устанавливает Новый Завет, о котором мы читаем в книгах Нового Завета, то там совсем другие основания. Там пришел помощник. Тот, который взял на себя всю строгость вот того Ветхого Завета. И когда Христос исполнил этот Завет, когда Он умер на Голгофском кресте, в Иисусе Христе, Бог заключает с человечеством Новый Завет. Когда мы получаем огромное количество благодати, любви Божией к любому человеку, независимо от того, верит он или не верит. Поэтому основания совсем разные. Поэтому и в Ветхом Завете мы читаем такие, есть свои проблемы, а в Новом Завете мы имеем вот такие благословения для каждого человека. Все по вере, там по делам, а в Новом Завете по вере. По вере. Ну и тем более разные ориентиры. Ветхий Завет говорит о жизни здесь на земле, то Новый Завет, он уже говорит о жизни в Царстве Небесном, в обители Божьем. Я скажу, что конечная цель – да. Действительно, для израильского народа всегда приоритетом служила земля. И для Нового Завета и для верующих по Новому Завету обитель, к которой они стремятся, это все-таки небо. Но многие верующие, многие те патриархи, те представители израильского народа, которые верили Иисусу Христу, не Иисусу Христу, а Богу, и следовали за Ним по Его правилам, то они тоже ожидали наследия на небесах. Поэтому мы говорим о том, что Новый Завет, он дан для нашего руководства и здесь, на земле, для того, чтобы достигнуть неба. Вот это задача Нового Завета. Владимир Григорьевич, вот чтение Библии помогает ли в жизни человека? Вот я слышал, что некоторые верующие говорят, я в год прочитаю там два раза Библию от корки до корки. Некоторые говорят, я читаю выборочно, но каждый день по две-три главы. Так вот, должно ли или нужно ли читать Библию? И, скажем, среди вот этого обилия проповедников, толкователей, всевозможной духовной литературы, на каком месте должна стоять Библия по чтению? На последний вопрос сразу отвечу. На первом месте она должна стоять по чтению. И Библия должна, ну, стать, как мы говорим, настольной книгой, которая должна читаться каждый день. И просто-напросто советуют верующим людям, чтобы они читали ее не одну главу в день, не часть главы, а вот реально они читали несколько глав. Вообще, Библия лучше воспринимается, и книги Библии воспринимаются, когда их прочитать, например, за один раз. Да, мы скажем, тоже бытие 50 глав, это много. А если взять псалтырь, там 150 всяких псалмов за один раз не прочитаешь. Но в Ветхом, ой, в Новом Завете книги не очень большие. Поэтому рекомендуют, чтобы понять ее и как-то обзор сделать ее, лучше прочитать ее за раз. Тем более, если говорить о посланиях, которые написаны и Павлом, и другими авторами, то 16 глав – это не так уж и много прочитать. – Владимир Григорьевич, я перебью. Ну, смотрите, ну вот вы уже прочитали, допустим, в этом году весь Новый Завет. Зачем еще раз его читать? Вы и так же помните, о чем там идет речь? – Да вот в том-то и дело, что книга, Библия, она написана Богом. И она написана для всех людей. И там столько мудрости, поэтому всю ее охватить за один раз, ну, просто-напросто невозможно. А учитывая то, что Новый Завет и Библия дана верующему человеку как руководство к жизни, ну, вы сами посудите, что вот любой закон мы за раз прочитав, ну, все его постановления охватить очень трудно. И поэтому кардинально, внимательно исследуют каждый пунктик и потом пишут комментарии, как этот закон использовать. Вот то же самое происходит и с Библией. Бог руководит чтением Библии и руководит каждым человеком в чтении Библии. И он открывает именно тот момент, который нужен ему на сегодня, чтобы он его исполнил, чтобы он достиг вот этого совершенства в данном вопросе. В следующий раз он откроет ему нечто новое. И в этом происходит вот такое возрастание духовной жизни. Поэтому чтение, оно просто-напросто, ну, обязательно для человека. Еще один момент хочу сказать. Путь, по которому идет верующий человек, человек, который хочет следовать за Христом, ну, в принципе, он для него неизвестен. Как поступить? Что сделать? И поэтому ему просто-напросто для успешного свершения этого пути нужно вот это руководство Библии. Когда Бог будет говорить ему, так делай, так не делай. И чтобы он правильно этот путь прошел, здесь нужно вот читать, читать, еще раз читать эту книгу. Сколько раз? Я слышал недавно одного человека, который сказал, я в год прочитываю четыре раза Библию. Не Новый Завет, Библию. Но он проповедник, он учитель. Ему нужно это. И всякий, кто стоит и учит народ в церквах, в любых церквах, он должен читать Библию, и достаточно много. И он должен ее читать больше, чем любой рядовой член церкви, для того, чтобы знать. Вот. А кроме того, еще надо исследовать это писание, особенно это руководителям, ну, учителям церквей, чтобы говорить людям, отвечать людям на те вопросы, которые они задают. Но отвечать не от себя, не свой опыт, а вот именно знания должны быть получены из Библии. — Владимир Григорьевич, вот в жизни христианина на что нужно ориентироваться в среде его, так скажем, обитания в современном мире? Вот сейчас у нас совсем другие технологии, другая жизнь, СМИ, много информации, то раньше этого ничего не было. Вот. На что нужно ориентироваться? Вот на те обстоятельства, которые складываются вокруг этого человека? Или все-таки на то, что написано в Библии? — Да, сегодня мир изменился по сравнению с тем временем, когда была написана Библия, однозначно. И некоторые явления Библия просто-напросто не указывает, потому что в то время этого не было. И руководство, вот, но Библия, да, и хочу сказать, что, конечно же, мы должны обращать внимание в первую очередь на Библию, как она говорит, а не согласно тем обстоятельствам. Библия может сказать очень ясно и понятно, что мы делаем, должны делать. Например, никакое гнилое слово не должно исходить из наших уст. Так говорит Библия. То есть, вот эти сквернословия, вот эти нецензурные слова, Библия говорит, такого не должно быть в речи человека. Это очень четкое такое заявление. Написано еще очень ясно и понятно. Кто крал, впредь не кради. Это требование на все времена и для всех людей. Но есть такие моменты, о которых Библия прямо, впрямую не указывает. Но Библия – удивительная книга, написанная Богом для всех людей на все времена. И она дает принципы, то есть принципы поступков, как человек должен поступать в той или иной ситуации согласно принципам Библии. Поэтому Библия на все времена является книгой новой, достаточной для того, чтобы человек жил по ней и жил успешно пред Господом. Владимир Григорьевич, вот я часто слышу от людей, которые, ну, христиане, они говорят, ну, Библию, может быть, я и читаю, но я постоянно молюсь. Так вот, можно ли сказать, что вот этот человек, который постоянно молится, читает псалмы, еще какие-то молитвы, он более правильно ходит пред Богом и правильно поступает, нежели тот, который человек, может быть, меньше молится, но он читает Библию? Скажу так, что и молитва, и чтение Библии должны занимать достаточно и, наверное, равноправное место в жизни всякого верующего человека. Должен быть хороший баланс. Не то, что один молитва преобладает, чтение Библии меньше занимает места. Нет, мы должны сказать, что вот молитва, если так упрощенно сказать, и молитва, и чтение Библии – это общение с Богом. Но в молитве, получается, я говорю Богу, а в чтении Библии, наоборот, Бог говорит мне. И исходя из этого такого, ну, образного выражения, получается, что и то, и другое важно. Нам очень важно верующему человеку общение с Богом, общение, разговор, высказать ему все свои переживания, которые у нас есть, и Бог слышит. Но при этом мы должны в ответ на эти переживания какой-то совет получить. И вот нам Библия вполне это может сказать. Скажу так, что очень важную информацию для жизни о Боге, о всем, что нужно для верующих человека, процентов на 95 мы получаем только из Библии. Поэтому Библия должна занимать, ну, достаточно серьезное, достаточно большое место в жизни каждого человека. Ну, и здесь, мне кажется, немаловажно то, что как ты относишься к тому, что ты… Можно просто читать каждый день. Вот я прочитал, и в голове, и в сердце осталась пустота. Или также я прочитал молитвы, но это ничего не произвело внутри меня, в моем сердце, в моем разуме. Я думаю, что когда мы обращаемся к Слову Божьему, когда мы обращаемся в молитве к Богу, мы должны принимать для себя решение, что-то изменить в себе или что-то получить от Бога. И получив это, принять это. Согласен, согласен. Это должно быть не автоматизмом, это не должно быть каким-то, ну, таким простым действием. Прочитал, закрыл, забыл. Или помолился, как вы говорите, и ничего не осталось. Должно остаться ощущение общения с Богом. Это такое возвышенное положение, возвышенное состояние, когда ты летишь уже на крыльях, у тебя радость. И вот эти все невзгоды, которые в твоей жизни, они не то, что прошли, но ты их начинаешь преодолевать. Это очень важно. Общение с Богом обогащает человека. Общение с Богом через молитву, через чтение Писания, оно приобщает человека к вечности, к самому Богу. Это очень важный момент, очень важный момент, эмоциональный момент для читающего и молящегося человека. Владимир Григорьевич, у вас есть возможность обратиться к жителям нашего города с пастырским словом? Я хочу вас благословить, чтобы ваше общение с Богом было реальным и продуктивным, и оно принесло вам огромную пользу. Читайте Библию, молитесь Ему. С Богом! Уважаемые телезрители, время нашей программы подошло к концу. Я приглашаю вас посетить сайт artyomtv.ru, где вы можете увидеть уже программы, которые вышли в эфир, а также оставить ваши вопросы, комментарии. Мы постараемся на них ответить в одной из следующих телепрограмм. У вас сегодня всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. С Богом! Субтитры подогнал «Симон»!